добрый день дорогие друзья вы на канале мода с Vladanna, сегодня я для вас решила презентовать свое праздничное платье, это платье я создавала буквально за полчаса, но оно получилось нарядное и я им довольна, платье вы видите сейчас на мне, я вам его продемонстрирую, вот вы видите перед этого платья, и вот такая шикарная кружевная спинка это платье я сшила из натурального шелка на матовую сторону, атласная сторона у меня использовалась, используется для обработки верха, то есть для отворота, это вот такой вот свободно лежащий хомут, который переходит с плеча на спинку вот такими красивыми сниспадающими крыльями и вот эти крылья, они кстати могут быть различной длины, их различного размера, их можно уменьшить, то есть это уже индивидуально, но вот мне захотелось сделать сзади вот такую вот такую деталь, кружевная спинка, которая заканчивается купоном и кружево обрамляет вот это вот мое крыло и оно сниспадает таким воланчиком по заднему среднему шву и по дуге переходит на низ изделия вот такое решение, платье создавалось на скорую руку, потому что хотелось пошить что-то очень быстро, возникло желание и я буквально взяла отрез ткани, отрез шелка, прорезала две дырки для рук и этой тканью обвернулась, вот видите на платье нет у нас ни боковых швов, ни вытачек, то есть вот оно по фигуре и выходим на задний шов, который я вот по себе муляжным способом сформировала, то есть я его сделала таким образом, чтобы у меня была кружевная спинка, вот, но в принципе можно его и выше закрыть, то есть этот шов уже делать индивидуально, кому как нравится, так, ну и соответственно кружево тоже подбирать на свой вкус и захотела этим своим любимым платьем с вами поделиться, потому что оно простое и вы сами сможете в домашних условиях его себе изготовить, ну вот сейчас я переоденусь и вы уже непосредственно на платье увидите, мы пройдемся по размерам, увидите насколько оно простое, платье без выкройки, потому что реально выкройку здесь делать нет необходимости, здесь прямой квадрат, который сгибается, вырезаются проймы и и все, по сути дела, платье с одним швом, ну что, сейчас я вам продемонстрирую это платье на столе и вот вы видите, что здесь у нас середина переда сгиб, совместила проймы, мне понадобилась длина ткани 90 сантиметров, вот 90 сантиметров и пришивалась дополнительно кружева, ваша длина может быть различной, может быть короче, тогда это будет блуза, может быть длиннее, тогда это будет длинное платье, вот теперь пройма строилась путем, должны взять мерку по выступающим точкам груди и до бокового шва и эту мерку на себе вы должны замерить и отложить на ткани точку, то есть эта точка будет середина вашей проймы, я взяла размер по обхват груди, вот по верхней точке груди я этот размер вот до боковых швов, то есть до середины нашей проймы, я его замерила, 58 сантиметров у нас получилось, вот я складываю в два раза 58 и прикладываю вот у меня мои 58 сантиметров, в половине это 29, это наш боковой шов, то есть это серединка моей и низ моей проймы, теперь от низа до верха изделия у меня 25 сантиметров, пройма в готовом виде, мой овал 15 сантиметров его высота, а ширина 9 сантиметров, это опять же готовый вид, но вы должны вырезать с учетом припуска обработки, вот конкретно у меня обрабатывалась минимальный подворотик, я обработала оверлочком и пристрочила по верху строчкой мой подворотик, вот этот размер у меня 22 сантиметра, теперь высота от ворота моего хомута от верха нашей проймы 8 сантиметров, так теперь по спинке 32 сантиметра до края нашего волана и тут уже у меня значит линия вот этот вот мой шов, это линия середины спинки, вот здесь у меня линия талии, вот я ее определила, место до которого будет доходить мое кружево, вот здесь вот внутри кружевная вставочка, мой треугольничек кружевной, и вот это место я на себе заколола, когда обвернулась тканью, вы будете смотреть насколько вам нужно свободнее, затянутая, по фигурке, то есть вот эта вот линия у меня была индивидуально на мне, намечена муляжным способом, далее было подобрано кружево и этим кружевом обработан весь валанчик, и вот здесь он не прерываясь по такой дуге, вот это место я немножко закруглила и вот по дуге прошелся мой купончик, мое кружево, теперь вот в эту часть я вставила вставочку кружевную и я вырезала ее таким первоначально овалом и этот овал уже на себе также закалывала, я смотрела, чтобы у меня вся эта моя конструкция на плечах не распадалась, то есть это опять же все создавалось, закалывалось индивидуально, что и вы сможете сделать, можно сделать перед тем как вырезать кружево, макетный вариант этой вставки, потому что когда у меня был вырезан овал и я платье свое наколола булавочками, я подняла эту линию, вот подкорректировала и она у меня вышла вот таким вот треугольником, вниз сошла, то есть в этот треугольник вошли вытачки, то есть вот эта вот линия была сформирована муляжным способом, поэтому размеры вы поймете уже непосредственно на своей фигуре, размер вот этого кружева моего по спинке, ну вот конкретно у меня 32 сантиметра, вот эта кружевная вставка в верхней части, вот она от плеча, вот здесь у меня метка плечевого шва и вот от плеча вот этот размер 32 сантиметра до плеча, и она идет вот таким ровным участком, потом пошло на заужение, а потом достаточно резкое заужение уголком, то есть вот такая интересная каплевидная форма нашей кружевной вставки, вот эта часть, вот этот треугольник наш, он может вот той же формой как вот здесь на плече 8 сантиметров, 8 сантиметров и обрамлять наше кружево, то есть не обязательно делать вот такую как бы пелеринку, а сделать вот вдоль кружева вот такой небольшой валанчик, он тоже будет смотреться очень хорошо, по форме, по крою платья мы с вами прошлись, вы поняли подход и сейчас я одеваю на манекен, и вы уже посмотрите еще раз мою конструкцию, вот подрузила платье на манекен, вот так оно прямо легло красиво, как я люблю называть такой фасон в свободном полете, вот выложилась наша красивый хомутик, горловинка упала, потом вот упали вот эти вот наши 8 сантиметров на плечики и вот мы видим спинку, так красиво выложилось кружево и здесь наше крыло, вот оно таким каскадом спадает и внизу у меня вот наш шов застрачивался не до конца, а даже вот тут такой вот разрезик появляется, в данном случае вот это наше кружево, оно не обязательно чтобы оно прямо так было натянуто на фигуре, оно может немножко отходить, так вот свободненько, без особой затяжки, ну и я делала своим клиентам подобную модель, мы вот этот размер, мы его, который по плечу 8 сантиметров, мы 8 сантиметров продолжали, то есть мы не делали вот такое крыло, а делали просто вот такое обрамление, завершение, и можно сойти таким воротничком, можно сойти на нет и вообще как бы не делать вот этот вот хвост, волан, то есть это уже можно на базе этой идеи дальше развивать творчество, я себе сделала вот этот вот воланчик для того, чтобы закрывала локоть и вот мне хотелось вот так вот, чтобы оно было как бы со спины смотрелось рукавчиком, такое крыло, вот такой мой нарядный вариант, мое праздничное платье, сегодня оно мне пригодится для торжества, сегодня у меня день рождения, поэтому буду сегодня модничать, ну все, дорогие друзья, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч, планирую вас и в дальнейшем радовать своим креативом, всего вам доброго, крепкого здоровья! 50 до 100 мая в ходе удачи, 50 до 100 минут больше будет должны быть 50 минут 55 минут 15 минут 8 минут 6 минут 6 минут 10 минут